Председатель Крэпо, заместитель Браун, члены комиссии. Спасибо за эту возможность сегодня выступать. Меня зовут Питер Ван Валкенберг, и я являюсь директором отдела исследований в Коин-центре, независимой и некоммерческой организации, занимающейся вопросами государственной политики, влияющей на криптовалюту, а также публичные сети блокчейн. Что такое биткоин? Это первая в мире криптовалюта, и она работает благодаря первой публичной блокчейн в сети. А для чего нужен биткоин? Все очень просто. Он позволяет отправлять и получать ценность от любого и любому человеку в мире, используя всего лишь компьютер и соединение с интернет. Почему это стало революцией? Потому что, в отличие от всех остальных способов отправлять деньги по интернету, в этом случае не нужно доверять человеку посередине. Отсутствие какой-либо корпорации посередине означает, что биткоин является первой в мире цифровой публичной платежной инфраструктурой. И говоря «публичной», я имею в виду, что она доступна для каждого и не принадлежит ни одному юридическому лицу. У нас есть публичные инфраструктуры для информации, для веб-сайтов, для почты, это называется интернет. Но единственная публичная платежная инфраструктура, которая у нас есть, это наличные, бумажные деньги. Но они работают только для платежей лицом к лицу. До биткоина, если вы хотите заплатить удаленно, по телефону или через интернет, вы не могли использовать публичную инфраструктуру. Вы лишь могли использовать частный банк, открыть там счет и сделать бухгалтерскую запись, которая дебетует вас и кредитует человека, которому вы платите. И если вы не используете один банк, то будут использованы несколько банков, в которых будут сделаны несколько бухгалтерских записей. У биткоина бухгалтерская книга — это публичный блокчейн, и каждый может добавить туда запись, которая переместит его деньги к другому человеку. И любой, независимо от своей национальности, расы, религии, пола или кредитоспособности, может совершенно бесплатно создать адрес биткоина для того, чтобы получить цифровой платеж. Биткоин — это первые в мире глобально доступные публичные деньги. Идеален ли он? Нет. Так же, как и электронная почта, которая была изобретена в 1972-м. Биткоин — это не лучшие деньги с любой точки зрения. Он не везде принимается, он не используется для указания цен, а также не является стабильным хранилищем для сохранения ценности. Но он работает, и простым фактом того, что он работает, без доверенных посредников, является удивительным. Это прорыв в компьютерной науке. И это также значимо для свободы процветания и человеческого благополучия, как и рождения самого интернета. Биткоин — это всего лишь начало. Если мы сможем заменить личную платежную инфраструктуру, то также сможем заменить и другие узкие места во взаимодействии людей. Теперь, для чего мы хотим строить еще больше публичных инфраструктур? Почему хотим большего распространения блокчейна по корпоративным посредникам? Почему терпим их неэффективность и работаем над тем, чтобы они были лучше? Зачем мы хотим видеть пионеров этой технологии здесь, в США, а не за океаном? Причина проста. Корпоративные посредники обеспечивают критичную инфраструктуру, но находящуюся в частной собственности. Она становится все реже, крупнее и более мощная. И ее возможность сбоя становится все более серьезной. Примерно половина американцев, около 143 миллионов, имеют проблемы с утекшими к хакерам номерами социального страхования. И причина — взломблый рок-кредитных историй Equifax. На сети SWIFT лежит сотни миллионов долларов мошеннических операций. И все из-за хакерских атак на филиалы банков в Бангладеше, Вьетнаме, Эквадоре и России. ФБР полагает, большинство этих атак стоит за Северной Кореей. Коррупция внутри низкоуровневого персонала индийского банка Punjab National позволила мошенникам сертифицировать сообщение SWIFT и вывести 1,8 миллиарда долларов. Это крупнейшее ограбление электронного банка за всю историю. Это вообще крупнейшее ограбление банка за всю историю. В октябре 2016-го примерно 1,2 миллиона устройств, подключенных к интернет, были взломаны и превращены в сеть ботов, которые в течение нескольких часов сделали недоступными крупные веб-сайты по всей Европе и Северной Америке, включая CNN, Fox News, New York Times и Wall Street Journal. Более того, физические механизмы, подключенные к интернет, чтобы расширить их возможности, они подключены через сервера, которыми владеют и управляют частные доверенные посредники. Еще это называют интернет-вещей. Кардиостимуляторы в госпитале Сент-Джуд были взломаны, видеоняни Транднет были взломаны, и даже джипы от производителя Джип были взломаны, да так, что их удаленно можно было реквизировать и направить с дороги. И все эти уязвимости неизбежны в системах, имеющих конкретные точки сбоя. И неважно, если точкой сбоя является корпорация или правительство, не должно быть единых точек сбоя. Похожие узкие места существовали и до интернета. Если вы хотите донести сообщение, вам нужно идти к одной из трех телекомпаний или к подручной газете. Частные корпорации необходимы, но никакая из критических инфраструктур не должна опираться на одну или две. Интернет убрал единые точки сбоя в инфраструктуре коммуникаций, а также запустил волну конкуренции между новыми медиакорпорациями, встающими на его публичные рельсы. Аналогично, блокчейн может освободить от посредников инфраструктуры критических платежей и интернета вещей. Но сегодня технология еще не может ответить на все имеющиеся вопросы, но является нашей лучшей надеждой. И так же, как с интернетом в 1990-х, нам нужна сиюминутная инновационная политика, обеспечивающая процветание инноваций в Америке во благо и безопасность всех американцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова